Мы начинаем с вами обзор недельной главы Масей. Масей это как этапы продвижения еврейского народа. Мы говорим о 42 местах, в которых еврейский народ прошел по пустыне в течение 40 лет после выхода из Едипта. Это завершающая, последняя глава книги Бамидбал, книги в пустыне. Мы в этих частях ближайших посмотрим вместе с вами на комментарий Раши, который будет находиться внутри комментария Рамбана, Рабимушебен Ахмана. И скажем какие-то базисные вещи для того, чтобы лучше понять, о чем здесь происходит. Прежде всего в понимании самого комментария. И безусловно постараемся с Божьей помощью зайти внутрь и посмотреть, о чем же, собственно, говорится в Торе, в книге книг. Мы переведем для начала базисный такой общий перевод двух первых фраз. Это 33 глава, первая и вторая фраза. Эли массы – это значит, это этапы продвижения еврейского народа. после выхода из египта все еврейской общины ли всего там под и можно сказать под предводительством мужа бы она это первый послуг это общепереводный потом войдем в какие-то детали посмотри вторая фраза вы их тому же это муце и млимас м муша записал места выхода то есть из какого места вышли евреи и массы им двигаясь по пути то есть по пути из места в место и к какому месту соответственно они подошли альпи альпи ашем то есть это что записано муше было записано свыше то что вложил всевышний в муше в эли ма сэгем ли муце и это те этапы продвижения которые здесь скажем так запечатлены итак мы продвигаемся с вами дальше ближе к конкретно комментарию нам с вами вместе важно и хорошо и правильно подумать и посмотреть каким образом читая тору мы можем лучше понимать комментарий комментарий к базисные комментарии фундаментальные комментарии наших основных комментатов таких как например и раши рамбан как известно для того чтобы перед тем как раши написал свой комментарий раби шлемо ицхак это франция труа он жил в труа по моему преданию и ингагим как бы который нас говорится он занимался по всей бестибина деле и возможно была также связь с продажей с неевреями то есть некий бизнес и так далее он не зарабатывал на жизнь мы говорим о раши да не зарабатывал на жизнь с тем что было связано с с тем что было связано с торой он судил то есть был судей в еврейском суде он образовал ешиву место изучения торов которые учили тору зарабатывал на жизнь так называемых как мы уже сказали в других со всем местах и так вот перед тем как раши пишет свой комментарий на тору а раши считается одним из фундаментальных комментаторов во всех временах практически любое любая книга торы с его комментарием его комментарии на мишна это ядро устной торы гамара то есть талмуд невероятный человек записал можно сказать обошел все так вот говорится о том что раши перед тем как начал писать свои комментарии он и постился несколько сотен постов много сотен постов я уж не конечно мы не говорим о том что он бесконечно много учился и сформировал свое мировоззрение и вешивах являлся учеником учеников раби гершом один из самых больших учителей того времени мы говорим примерно и тысячу лет назад робей ну гершом для того чтобы хоть немножко вникнуть вот это вот понимание с чем мы сейчас собственно имеем дело что такое тора и что это за комментарии такие для того чтобы немножко приблиться к этому комментарии вот еще небольшой пример просто будет интересно я сейчас вам показываю одну из книг торы здесь есть и комментарии краши и комментарий на тору в этой книге для того чтобы понять комментарии раши и общий и комментарий на торе просто покажу вам картинку может быть не все будет видно потому что это маленькие очень буквы но это достаточно интересно обратите внимание вот эти вот четыре колонки это все название комментариев которые на которых которые раскрывают то что написано раши они смотрят с разных грани на то что написал и соответственно с разных грани то что написано в торе я не считал буквально буквально но здесь на страничке справа примерно 80 комментариев и страничке слева примерно 60 комментариев что просто было понятно это 100 примерно 140 комментариев которые даны на то что написал раши чтобы лучше усвоить понятие с разной грани посмотреть на то что здесь написано и на то что написано в торе и все это сведено к одному комментарий король дает возможность из всех этих комментариев понять какую-то определенную линию которой издатель этого комментария большой талмит хахам большой тоже мудрец нашего поколения в торе выбрал для того чтобы донести нас суть вещей насколько они простые вещи когда мы смотрим на комментарии раши комментарии рамбана все это объясняет тору а тора для нас это путь всевышнего это заповеди и законы которые оставлен нам всевышний для того чтобы мы могли в этом мире выполнить ту работу которую она нас на наши плечи еврейские ложится и без знания и базисного понимания того что написано в пятикнижье того что написано в новимик тувим в писаниях у нас нет никакой возможности все это сделать без того что мы прочтем и поймем это с базисными комментаторами основными комментаторами у нас не открывается та картина и у нас нет того фундамента который каждому из нас нужно для того чтобы продвигаться вперед в торе безусловно все мы знаем о том что душа наша стремится к высокому это хорошо и правильно и замечательно и важно стремиться к высокому но вместе с нельзя забывать о том что человеку которого нет фундамента похож на надувной шарик и может воздушный шар который каждого дуновения ветра его вздувает то влево то вправо то вверх и то вниз нет основы и это очень опасно потому что таким образом может поднуть ветер не в ту сторону не в нужную сторону человек переключиться из каких-то высоких красивых и правильных вещей совсем другую траекторию придет не хорошим вещам должна быть база а база это турана вим и кто вим наши 24 книги тор которые записаны величайшими пороками зашли в письменную тору поэтому обязательно эти вещи нужно пройти продолжение мы посмотрим вместе с вами следующей части и конечно же поднимем комментарий рамбана и внутри который вложен комментарий раши на нем тоже основывается и немножко посмотрим и конечно же бы из раташем с божьей помощью мы зайдем также в суть немножко по крайней мере постараемся в суть того что написано в этих интересных фразах итак мы идем по комментарию рамбана ради мужа бен ахмана смотрим и вместе с вами на первую вторую фразу говорится здесь о том что после того как муж и поделил завоеванные территории страны в которой находился этой страны сихон и влог и подел города между швате между коленами израильскими та война которая была из медьянин тоже была война нужно было за то что они сделали еврейскому ру показать им и соотнести с тем что они сделали и дальше муж и рамбану записывает массаот то есть записывать этапы продвижения еврейского народа и рамбан говорит очень интересные слова о том что таким образом муж хотел показать нам хасадим то есть милосердие милость доброту всевышнего по отношению к нам и что несмотря на то что вы лак зера то есть был некий указ приказ выше о том что мы должны быть то есть еврейский народ должен был быть 40 лет в пустыне просто употребляет язык очень красивый на иврите и то что нужно было скитаться по пустыне с места на место без остановки без отдыха а говорит о том что было всего лишь 42 остановки и здесь он опирается на слова раши а раша опирается в этом комментарии на слова раби мужчина даршан здесь идут дополнительные исчисления связаны с тем сколько же так называемого в чистом виде евреи ходили по пустыне с места на место до того как случился хитом и нагли послали разведчиков и между этим периодом и до периода когда ушел в жизни арона куэн говорится о том что есть там вот эти вот 20 20 мест которых они переходили с места на место эти 20 мест произошли в течение тридцати восьми лет то есть год они ходили примерно первый и последний год это уже был после смерти после ухода из жизни арона куэна вот эти 20 мест за тридцать восемь лет дальше рамбан приводит часть комментария рамбама раби мушебен маймон из книги мурэн навухим гимель нун и говорит о том что есть и очень большая польза от того что мы приводится этот то есть муж и рабы но записывает в сэфер тура переход евреев с места на место где и что и так далее потому что чудеса и и знамение всевышнего были действительными для тех кто их видел тех кто в то время находился но в будущем как мы знаем люди будут получать масса рэд будет получать тору через уши то есть через слышание это уже не будьте люди которые будут видеть это люди будут слышать соответственно и соответственно эти вещи нужно было записать и те чудеса которые происходили с евреями течение 40 лет это тяжело понять но нам нужно глубже войти в то что в течение каждого дня немножко представить себе да нужно себя ввести в некое состояние представление потому что в голову это нельзя это представить на самом деле это что-то из ряда вон выходящее это 40 лет лет люди находятся в пустыне и каждый день выпадает с неба ман как у нас как говорят манна небесная теперь эти места это места пустыня это отдалить места отдаленные от каких-то поселений и для человека неестественно жить в таких местах здесь небольшая снос как рамбан опирается как бы здесь в комментарии дается до расширение на комментарий и и пригодится рабы нуб хаи и который говорит о том что в тех местах которые находился еврейский народ особенность их мест в том что нельзя было бы бедерых от его то есть естественным образом находиться в таком месте даже один день из-за несоответствия и не прикол непригодности этой пустыней для жизни стандартного человека теперь нам надо представить себе что в этом месте находилось 600 тысяч мужчин не включая женщин детей и стариков и для всех была пища никто не сгорал от солнца и одежда на людях была в течение 40 лет и она росла если человек рос то есть например ребенок он вырастал и для того чтобы постирать одежду не нужно было так называемых стиральных машин люди в какой-то мере жили можно сказать не совсем в нашем измерении понимание как это может быть стандартно это место которых не было ни деревьев то есть ничего не было не было травы не было полей это места в которых они находились они не были рядом с какими-то населенными пунктами как например и они редко происходят с какими-то кочевниками которые живут в населенных пунктов когда чего-то не хватает или они в чем-то нуждаются можно подойти в населенный пункт обеспечить себя какими-то вещами и соответственно может быть опять отойти в пустыне это нету ничего этого не было и за это мы прославляем всевышнего за все эти невероятные вещи в которых находился еврейский народ течение этих 40 лет поэтому нам тяжело представить себе тяжело понять себе каким же образом люди находились в этом месте течение 40 лет и еще одна очень важная вещь и на этом в этот кусочек мы сами закончим спрашивает здесь в общем то такой вопрос и дается сразу ответ говорится о том что говорится о том что всевышний вложил в муше рабэйну то что он должен был записать то есть муше рабэйну писал в то ли только то что вкладывал ему всевышний это с одной стороны через другой стороны может быть такая мысль которая говорит о том что есть расхождение между тем что записал муше рабэйн тем что было на самом деле так здесь вот в втором второй фразе записать говорится о том что муше рабэйну записал все места откуда они вышли к кому куда они пришли и альпи ашем то есть то что сказал вложил него всевышний все и говорится вот эти места от которых они вышли куда они пошли и зашли это было продиктовано всевышним это во первых и это то что записал муше и на самом деле это те места которых они ходили то есть и места которые не были тишки по всевышним и записано это было муше так как это происходило нет никакого расхождения поэтому в торе приводится вот эта фраза чтобы объяснить нам что нет так называемый некого двуличия и записано то чтобы он на самом деле чтобы не было потом будущих поп следующих поколений каких-то расхождений в этих фразах и продолжением посмотрим следующей части мы начинаем с вами комментарий по первой и частично второй фразе который основан на комментарии рабы хаим бен отар один из великих раввинов его комментарий называется орахаим это фундаментальный комментарий на натур в данном случае мы пройдемся по его комментарий его комментарий и тоже опираясь на на высказывание других наших учителей также где-то поменем раши рабы что мой царь и других комментаторов высказывания истории у него обычно очень глубокие очень интересные комментарии с божьей помощью постараемся вместе с вами немножко приподнять то что он хотел нам сказать значит и комментарий на первые два слова первой фразе или массы и то есть это переход еврейского народа он сразу упирается на то что сказано то есть то что сказали наши учителя в книге бамидба наши книги в пустыне это 3 глава 10 фраза и говорится следующая фраза в каждом месте в котором упомянуто слово или или это первое слово нашей фразы или то есть эти как в переводе на такой произвольный русский язык то есть эти переходы которые выросли так что каждое место которое написано или все что было до этого обнуляется то есть становится неважным или маловажным или можно сказать и совершенно не берется в какой-то учет для какого-то счета или чего-то еще орхайм опирается на высказывание наших мудрецов которые сказали то что мы еще сказали и ему нужно показать что есть здесь некое несоответствие то есть для того чтобы что-то понять второе нужно спросить себя вопрос и нужно прийти к тому что есть некое несоответствие для того чтобы прийти к тому что есть некое несоответствие нужны глубокие знания торы глубокое просечение которое есть у наших учителей и то что мы сейчас вместе с вами проходим по его комментарию это поднятие и для того чтобы понять в чем же собственно есть некое несоответствие того что сказали наши мудрецы как комментарий на тура и того что здесь написано только когда мы поймем в чем несоответствие мы сможем так называемо раскрыть себя для более глубоких вещей для того чтобы понять что тура видимо хотела нам что-то еще сказать или донести до нас какие-то еще очень важные вещи так мы продолжаем комментарии значит первое что говорит урахаим это то что в торе до этого не было сказано о том что есть какие-то переходы еврейского народа кроме тех которые здесь у нас упомянут это некая первая странность да то есть нет других масса от других переходов это написано или кроме этих только эти есть у нас нет других переходов которые написаны соответственно какие собственно переходы еврейского народа с места на место здесь нужно аннулировать или обнулить или сказать что не менее важны чем эти переходы если других вообще ничего не было сказано как это некое первое несоответствие которое мы видим как он говорит может быть и имеется ввиду что в письменной торе в этой фразе имелось ввиду что нужно как бы обнулить и сказать что это менее важное вообще все переходы которые в мире в принципе есть может быть об этом разговор даже те которые не были упомянуты может быть об этом в это имеется ввиду но и здесь не все так просто почему потому что те переходы еврейского народа которые были в пустыне которые мы перечисляли в прошлом комментарии вместе с вами он говорит о том что эти переходы это не было некой гордостью еврейского народа это и тем что можно сказать или возгордиться сказать что вы сильно молодцы как вы что вы сделали он это даже укрепляет и более серьезно говорит что хорошо было бы если бы вообще не было этих переходов почему потому что большинство из этих переходов были связаны с страданиями и с мучениями в связи с отклонением у тору это было вон а вон хэта мараглим то есть и разведчики которые сказали дебатарец которые привели и говорили плохо уберет израэль о место которое избрана всевышний и они плакали тогда как мы знаем и так далее и это привело к очень тяжелым мучениям то есть относительно всевышнего это было очень большое разрыв между тем местом где мы должны были быть и тем что на самом деле происходило за это получили очень серьезное наказание так что же такого особенного опять же что же такого особенно в этих переходах еврейского народа из-за чего нужно отменить все остальные переходы он продолжает дальше свой комментарий прошлые переходы еврейского народа тоже не все было просто например говорится о том что всевышний повел нас через эрот сплештин как мы знаем да в торе об этом напрямую написано потому что потому что боялись как бы всевышний и не хотел чтобы увидели там тяжелые вещи которые прожили с нам эфраима и опять же посмотрели на все это вернулись в египет дальше есть очень интересная фраза которую приводит здесь это посылки с торой я не буду заходить в посылку сразу мы посмотрим вместе с вами как бы комментарий которые связаны с этим посылком в торе говорится о том что найти вот и а шалом в холи так говорится то есть все пути и торы это пути мира пути согласия говорится о том дальше что всевышний хотел дать нам торту и собирался дать нам тору после выхода из египта а у нас фраза как в этой главе говорится о том что евреи у евреев были махлокот то есть были разногласия не было совместность они могли быть как одно целое откуда мы это знаем книги шмот тринадцатая глава двадцатая фраза говорится в ессуме суккот в яхану в этом они вышли из места выехали из места суккот и остановились на стоянке которая называется в этом дальше написано поехали вместе как называется мир его и остановились в местах называется мир его и так далее что есть особенно особенность заключается в том что только когда еврейский народ я зашел или подошел к месту как называется в видим только в этом месте еврейский народ стал как одно целое то есть перестали быть постоянные разногласия и так далее только в этом месте так как можно сказать что как мы видим просто не все просто не все так и удивительно не все так гладко в этих переходах еврейского народа было и здесь усиливает уроками вопрос так каким же образом можно сказать что эти переходы еврейского народа они настолько высокую настолько такую высоту имеют относительно то есть это же тор написано всевышним всевышний передал это нам через муж и рабын так всевышний уложил в эти масса вот какую-то особую суть что-то настолько особенное что все другие переходы еврейского народа скажем так мельчают не видны совершенно относительно этого мы встречаемся с противоречием урха не показывает что это не так то есть что эти масса вот эти переходы были совсем не простые вещи происходили и еврейский народ часто был не на высоте тяжелые вещи происходили хет и марагрим это тоже непросто для том что за весь период в 38 39 лет даже должен был должно было умереть все поколение которая согрешила которая плакала все кто плакать должны были зайти в аэртис и должно было поменяться все поколение каждый год 9 ава умирали десятки тысяч людей они ложились в могилы и на следующее утро кто-то вставал а кто-то не вставал нужно было весь год жить в этом состоянии можно сказать что эти походы были настолько качественными высокими что то у них такое было особенно одни страдания все очень непросто чтобы лучше понять что дальше происходило мы конечно же с вами были за то что мы посмотрим и следующей части мы продолжаем с вами обзор и не ель на голове главы массы и о переходах переходах еврейского народа мы продолжаем идти по комментарию обмену хаим бен а там который комментарий называется орха хаим и в прошлой части рав задал много вопросов о несоответствии и несоответствии начала этой недельной главы со смысловым контентом это не укладывается и поэтому были заданы вопросы мы в этой части мы продолжим еще немножко по его комментарию с тем вещами которые не совсем состыковывается и ближе к концу мы начнем байзрата шем идя по комментарию поднимать поднимать тот комментарий поднимать те вещи которые раскроют нам и одну из граней смысловых которые хотел показать в комментарий орха и и так еще одно деление которое орха им предлагает нам сделать это и поделить вот эти вот переходе еврейского народа на некие две грани на две две возможности значит первое это те те переходы которые были в первый год до того как был газера до того как был хайтом ираглим то есть все что касается разведчиков и второе все переходы которые были после хайтом ираглим после проблемы которые были с разведчиками почему потому что всевышний всевышний собирался то есть этих масса от этих переходов в общем то не должно было быть должны были быть вот эти вот два года так называемые то что было запланировано всевышним вот эти два года когда они должны были закончить всю работу так называемые а 38 лет которые перечисляется из которых было основное основное количество переходов это было не запланированные вещи вот и поэтому один из одна из возможностей понять или массы ибны израэль имеется ввиду и соответствии с этой частью комментарии что все переходы которые были до хайтом ираглим то проблем с разведчиками с посланием разведчиков эти переходы действительно они оцениваются высоко как будто нет ничего другого кроме этих переходов от те переходы которые были после этого которые которые являлись и отклонением на эти переходы как будто бы не нужно обращать внимание неправильно обращать внимание они не имеют никакого веса или очень маловесно относительно тех переходов которые были до хайтом ираглим то проблемы с посланием разведчиков заходим теперь другую часть комментария и еще один очень интересный вопрос который не знает спрашивали мы сами себя идет перечисление как мы обращали внимание или массы и то есть это переходы на почему спрашивает урха им идет перечисление переходов они мест стоянок не совсем стандартная почему перечисляем это масса от это те переходы и походы которые сделали в рискин почему не места стоянок странно и стандартно в мидраж мы мид бараба приводится и мидраж который упоминает раши мы на мидраж и ссылаясь в первой части на комментарий раша в мидраж является о том что это сказал раби танхума привел некое высказывание которым говорится о том что то что произошел с еврейским народом можно сравнить с царем который шел вместе своим сыном больным и проходил по разным местам искал выздоровление из лечения своего ребенка больного и был в каком-то одном месте во втором в третьем месте даже в этом примере который который дает поднимает раши в своем комментарии тоже говорится что не о переходах а у местах стоянки и получается еще больше не соответствует почему же говорится о переходах они о местах стоянки тоже не стандартно не совсем понятно в этом месте урха им переходит на так называемый корневой комментарий который должен утрость утрясти все звенья того что мы подняли во всех частях и и дать понимание того почему же вот эти несоответствующие вещи каким образом это укладывается в некий такой ковер который следует но за другим за третьим некий такой путь который объясняет нам все противоречия объяснение которое дает урха им основывается на на книге за вторая часть страница кухну заин 157 страница 1 и сказано в этом месте о том что и суть суть того что еврейский народ делал то есть находился в пустыне и проходил в тех местах куда вил всевышний суть была в том чтобы на иврите звучит клевалер не цусе к душа поднять некие искры святости к душа это что-то выделенное что-то что находится над всем некие искры выделенные что-то очень особенное вычленить и поднять в этом заключалась некая суть ясная работа еврейского народа теперь что происходит с пустыней вы тоже очень интересная вещь говорится о том что у раха им употребляет такой нестандартный иврит пишет и шанас и шаблия эль аху небе мид барга шамэм это кедиврейм и лица то есть такое красноязычие такое сказано имеется ввиду я не буду ходить в дословный комментарий не так важно мы попробуем бы из раташем поднять смысловой смысловой контент о чем разговор собственно идет и шаблия эль имеется ввиду силы которые и которые сотворил всевышний которые противоположны всевышним как у нас говорят ситра хара или отца до сад смоль это силы которые созданы всевышними который противоречит всевышнему но им созданы и у них есть особая работа и особая миссия которую выделили они всевышний так еврейскому народу нужно было пройти по этому месту и в этом месте вычленить то есть делать какие-то вычленить какие-то искры святости какие-то возвышенные вещи сделать и все это нужно было поднять и очень интересный нюанс говорится о том что вот это вот место так называемая пустыня в которой находился еврейский народ это место как мы понимаем безлюдная там ничего нет кроме змей скорпионов и подобных вещей действуются расширенные комментарии мы не входим из-за того что все это занимает много времени интересный нюанс связан с тем что еще одна такая интересная ссылка говорит о том что в мигдаль бавэль это первая бавилонская башня так называемая так книга берешит говорит о том что люди боролись со всевышним это было поклонение не всевышним абуда азара поклонение другим силам и так далее они думали и хотели бороться со всевышним всевышний в конце концов все это надоело ударил по ним сверху и говорится о том что они эти люди разделись на некие три некие градации мы опускаем все остальное говорится о том что одна из одна из этих градаций одна из частей этих людей она попала и попала в пустыню и начала так называемых какой-то мере властвовать над тем что происходит в пустыне в негативном плане как мы уже до этого сказали тоже очень интересная вещь так невескому нужно было вычленить вот эти вещи на которыми это властвует в какой-то мере это похоже на то что как говорится здесь вот этот негативные вещи они в какой-то мере захватили или поглотили вот эти вот искры святости и еврейскому народу нужно было это вытащить в следующей части мы немножко коснемся того собственно что это за искры святости что мы можем сделать и о чем разговор немножко нужно понять о чем собственно разговор и мы конечно же продолжим дальше и комментарий ураха им нужно еще много интересного нам вместе с вами поднять и посмотреть итак мы вместе с вами разберем в нескольких словах самых общих самых общем по самое общее понятие нам нужно понять о чем собственно разговор когда мы говорим ницутсот к душа беру ницут душа и о чем собственно разговор на еврейский народ на плечи еврейского народа лежит задача который положил нас всевышний дать на задачи который лежит на все поколения до так называемого конца периода которые должны быть плоти маше как мы знаем строение третьего храма который будет и так далее так далее все это происходит путем нашей работы нашу работу мы выполняем посредством выполнения 613 заповедей на сегодняшний них намного меньше так как отсутствует храм и другие различные вещи но в целом до 613 заповедей и каждая из заповедей которые мы выполняем а мы не знаем какая заповедь так называемом сильнее или слабее или например мощнее или какая заповедь мельче или какая заповедь например поднимает в небо больше или какой-то на небе имеет при поднятии всего большую силу или меньшую силу нам не сообщается об этом в той в той нам сообщается о том что есть заповеди которые нам нужно выполнять и каждая из этих заповедей из 613 заповедей она поднимает на небо некий кусочек нашей работы которую мы сделали таким образом происходит вот это вот вычленение некой частички возвышенной который всевышний вложил в что во что-то и в кого-то или через свое действие мы это поднимаем наверх таким образом выполнение каждую заповедь мы выполняем ту работу которая возложена нас всевышним и делаем это на протяжении всей нашей жизни в этом основная наша работа возможность поднять больше мощнее выше и так далее и сделать и помочь другим это работе она угодно всевышнему это в какой-то мере можно сказать суть нашей жизни это напрямую связано с перед тем что называется чувак мы переходим вместе с вами комментарии ураха и мы идем дальше и значит говорится о том что вот это вот опираясь на том что мы сейчас сказали можно понять суть того что еврейский народ находясь в различных местах как мы знаем это 42 перехода было в каком-то месте еврейский народ остановился на год в каком-то месте еврейский народ остановился всего лишь на 12 часов какие-то невероятные соответствия где-то года где-то 12 часов почему такая невероятная разница в чем суть этих вещей урахаим объясняет что это точное время для каждого места то есть точное время остановки еврейского народа в том или другом месте было связано с поднятием этих искр святости на небо столько сколько нужно было в каждом месте столько не останавливались только и в стояли в каждом из мест те нюансы в том что особенность нашего народа и в особенности тех евреев которые вышли из египта в том что они обладали огромной невероятной силой силой в плане чистоты души своей и возможностей и то что они могли поднять и сделать в этот период времени нет не было никакого другого периода в который можно было такие невероятные вещи сделать в плане мощи и силы и почему как бы связи чем это было есть говорится о том что была душа шлема некая полное состояние возвышенности святости некая целостность была особая был некий состыковка низа и верха состыковка частностей и общный общих вещей общности состыковка того что называется шрина и сраиль и тура шрина это некая проекция еврейской народы как киви холь как бы еврейская душа это с одной стороны и она соединилась очень мощным и сильным образом тем что связано с более частными с вычленными вещами которые заключали себя 600 тысяч мужчин и соответственно весь еврейский народ но в частности 600 тысяч мужчин это те кто непосредственно на чьих плечах лежала и работа по вычленению вот этих вот искр святости все это соединяется как одно целое и дальше мы знаем моширабейну моширабейну внутри моширабейну здесь есть интересные комментарии которые входят в суть вещей и так далее нас просто из-за того что нет времени мы быстро пробежимся вишая написано муше амо то есть еврейский народ был в какой-то мере частью мошек то есть это мошек включал себе души души всех евреев они были частью частью моширабейну часть его невероятно огромной души как некие такие ветви огромного дерева можно так сказать и с этой с помощью вот этих вещей они сделали невероятное вычленение вот этих вот искр святости в том месте в котором они проходили и таким образом мы можем понять как бы суть того что говорится или массы то есть вот это это переходы и почему исходя из этого все другие переходы они не имеет такого веса они очень маленькие относительно того что еврейский народ сделал после выхода из египта по всей своей силе и мощи настолько это было мощно что даже говорится о том что наши праотцы тоже ходили по пустыне и тоже занимались этой работой во всех поколениях занимались этой работой они не смогли прийти к такой мощи и к такой силе как пришел еврейский народ в плане в этой работы находясь в пустыне как написано о том что и цхак например ходил и так далее другие разные вещи есть в чем была особенность еврейский народ он закалился в египте закалился имеется ввиду в какой-то мере это было как плавильно души каждого еврея и душа методом вот этого плавления выплавление вычленение из души каждого еврея душа имела и получила невероятную святость невероятную высоту и из нее вышло как как мы знаем во время плавки все все негативные вещества и все так называемые отбросы и так далее ненужные металлы и так далее душа была невероятно чистая невероятно высока и с этой помощью еврей могли сделать вот эту невероятную работу и в чем же было некое упущение или в чем было отличие вот этих вот переходов от после выхода из египта и до того что касалось разведчиков и после того что было с разведчиками и дальше особенность в том что каждый год как мы знаем после того что было с разведчиками каждый год но много десятков тысяч евреев умирали уходили получается что вот эта целостность в 600 тысяч душ которая вышла из египта она начала так называемую отходить и уходить и с каждым годом на все больше и больше уменьшалась мы говорим прежде всего тех души которые были в египте конечно безусловно были дети поколение менялась и так далее но те души которые вышли из египта они были очень особенные и и и шрина вот этого душа еврейского народа проекции резко но на полностью проявляет себя целостно то есть максимальная целостность высота и мощь проявления когда в еврейском народе есть вот эти вот 600 тысяч вот этих вот душ по мере уменьшения целостность она уменьшается 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 поэтому те переходы которые были до того что касается разведчиков они имеют невероятную высоту потому что это было 600 тысяч тех евреев тех душ которые вышли из египта после же с каждым годом это все уменьшалось и уменьшалось и уменьшалось и таким образом мы можем понять вот эти вот первые фразу которая говорит или массы и вот эти переходы или как мы сказали это самая высокая имеющая невероятную высоту потому что шхина проявлялась в этом и они сделаны невероятную работу в плане беру и в плане вот этих вычленения искр святости а после этого после того что касается разведчиков духовная сила еврейского народа очень сильно уменьшилась таким образом мы вместе с вами заканчиваем обзор недельной главы мосей для каждого нас важно помнить что в наших силах сделать много доброго и хорошего теперь мы лучше вместе с вами понимаем каким образом заповеди которые мы выполняем приближают работы еврейского народу к тому апогею тому месту которое все мы ждем на протяжении многих тысяч лет это зависит от каждого из нас от каждого еврея дай бог нам всем с вами идти этой дорогой в здравии в силах и в радости всего вам хорошего